Ребята, всех приветствую на курсе Алмата по комбинаторике. Сегодня мы с вами изучим правила суммы и правила произведения. Но для начала давайте поговорим, что вообще такое комбинаторика. Комбинаторика – это раздел математики, с помощью которого можно решать задачи на подсчет вариантов, подсчет способов выбрать какие-то предметы. В общем, можно посчитать какие-то варианты. Этот раздел математики довольно важный, он используется и в других разделах математики, и в той же алгебре, геометрии, теории вероятностей, и активно используется в других сферах знаний человека, то есть, например, в генетике, в информатике, в экономике. Давайте попробуем немного разобраться в этом довольно важном разделе математики. Давайте начнем и разберем довольно такую простую задачку. Сколькими способами можно выбрать один предмет из имеющихся на экране, то есть из трех кружек и трех блюдец. Ну, собственно, ответ у нас уже нарисован, у нас всего семь предметов. Как это легко посчитать? Это четыре кружки. Выбираем либо одну из кружек, либо одну из блюдец. Их три. То есть ответ семь. Ну, всего, потому что семь предметов, нам достаточно посчитать, сколько у нас всего предметов. Таким образом, давайте сформулируем теперь правило суммы. Правило суммы у нас гласит, если есть N способов выбрать предмет А, и M способов выбрать предмет B, то предмет А или B можно выбрать N плюс M способами. Давайте посмотрим, как это правило работает в нашей задаче. Пусть у нас предметы А это кружки, предметы B это блюца. Тогда у нас есть N способов выбрать предмет А. У нас четыре кружки, значит, у нас четыре способа выбрать кружку. Значит, у нас N в нашей задаче равно четырем. Есть M способов выбрать предмет B. У нас три блюца, значит, у нас три способа выбрать блюца. Значит, у нас предмет А или B можно выбрать N плюс M способами. То есть N равно 4, M равно 3, 4 плюс 3 равно 7. Соответственно, мы действительно правильно решили предыдущую задачку. Давайте теперь переформулируем немного нашу задачу и решим такую. Сколькими способами можно выбрать одновременно и чашку, и блюдце? Но давайте посмотрим, что будет, если мы выберем синюю чашку. Мы их пару можем взять либо синюю блюдце, либо красную блюдце, либо разноцветную блюдце. То есть у нас для синей чашки будет три способа. Если мы возьмем красную чашку, то это будут уже другие способы, так как синюю чашку мы не будем использовать. Для красной чашки мы также можем взять в пару либо синюю блюдце, либо красную, либо разноцветную. То есть у нас будет три способа тоже. Также для желтой, также для разноцветной. Тогда мы получаем ответ 12. Но как можно иначе решить эту задачку? Давайте сперва выберем какую-то чашку. У нас это четыре способа. И этой чашке мы в пару можем выбрать одну из трех блюдец. То есть у нас три способа выбрать блюдце в пару. Получаем также ответ 12. Таким образом, видим, что мы сформулировали правила произведения. Сами этого не знаю. Если есть у нас n способов выбрать предмет а и m способов выбрать предмет b, то предметы а и b можно выбрать n умножить на m способами. Ну, в нашей задачке мы уже решили, что а это кружки, b это блюдца. У нас есть n способов, то есть n равно 4, 4 кружки, m способов, m равно 3, 3 блюдца. Значит, мы и кружку, и блюдца можем выбрать n умножить на m, то есть 4 умножить на 3, 12 способами. То есть мы действительно верно решили предыдущую задачку, используя правила произведения. Давайте теперь поговорим еще немного про правила произведения. Что будет, если у нас будет три предмета? Сколькими способами можно выбрать набор посуды из трех разных предметов? То есть нам нужно взять кружку, блюдце и ложку. Ну, давайте посмотрим. Пусть у нас уже есть пара из кружки и блюдца. Мы в предыдущем пункте решили, что у нас всего 12 способов выбрать блюдце и чашку. И нужно им в пару выбрать ложку. Ну, предположим, мы выбрали синюю чашку и синее блюдце. Тогда мы им в пару можем выбрать либо красную ложку, либо синюю ложку. То есть у нас всего два способа. Пусть мы выбрали красную чашку и красное блюдце. Мы им в пару можем выбрать либо красную ложку, либо синюю ложку. Тоже два способа. То есть у нас 12 способов выбрать пару из кружки и блюдца. И им, третьим предметом, мы можем двумя способами выбрать ложку. Либо красную, либо синюю. То есть всего у нас 24 способа выбрать три разных предмета. Но давайте поймем, можно ли использовать правила произведения, ну, так же, как и правила суммы, для многих предметов, и не только для двух. Ну, действительно можно. Давайте возьмем сперва чашку четырьмя способами. Ей в пару возьмем блюдце тремя способами. Получается, мы уже взяли пару. Давайте ее так ограничим. И им, в пару еще возьмем, то есть третьим предметом, ложку двумя способами. То есть 24. Следовательно, да, мы можем скобки опустить и просто 4 чашки умножить на 3 блюдца умножить на 2 ложки. То есть 4 способа выбрать чашку, на 3 способа выбрать блюдца, на 2 способа выбрать ложку. Получаем 24 варианта. Продолжение следует...